Достойного несяка пища. И спаси, блажен души наши. Отец наш Небесный, Господь и Бог наш, болим Тебя именем Господа нашего Иисуса Христа. Благослови это наше собрание, занятие по Слову Твоему Святому. Даруй, Господи, нам не отступать ни направо, ни налево, всегда идти только по Твоим словам, Господи, которые Ты оставил нам для спасения. И все это написано словами Твоими. Благодарим Тебя, Господи, что существует такой народ, который Ты избрал и который сохранил все записанное от Тебя, Господа и Творца, Духом Святым. Благодарим Тебя, Господи. Даруй им тоже спасение, как Ты даруешь и даровал язычникам, многим язычникам. И нас, Господи, спаси всех и помилуй, кто верует Тебя. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. 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 Евангелие от Марка, 10 глава, 39-40 стихи. Они отвечали, может. Иисус же сказал им, чашу, которую я пью, будете пить. И крещением, которым я крещусь, будете креститься. А дать сесть у меня по правую сторону, по левую, не от меня зависит, но кому уготовано. Здесь представляются два недоумения. Первое. Уготовано ли кому это сидение? Второе. Неужели всеобщий владыка не может дать всего сидение? Отвечаю. Никто не будет сидеть ни справа, ни слева. А если и слышишь, что в Писании многократно говорится о таком сидении, то, разумея, не сидение в собственном смысле, но высшее достоинство. Мне, праведному судьи, не свойственно дать вам такое достоинство по одной любви к вам. Иначе я не был бы правосуден, но такая почесть уготована только подвязающимся. Итак, вы, сыны Зеведеевы, можете быть и будете мучениками за меня. Но если кто вместе с мученичеством будет иметь и всякую другую добродетель больше вас, тот будет иметь преимущество пред вами. Такое танкование. Сейчас даже не верят, что они делили должности между собой, вроде ученики за Христом ходили, а вот карьерный рост уже тогда в них сидел. А разговор-то идет об избрании здесь. Господь-то говорит об избрании. Кому он? Кто избрал? Куда? Вот как Игнатих, значит, там в своем ролике сказал об избрании, там начали потешаться и так далее. Но все замолкло. И даже не нашлось среди этих злопыхателей такого избранного, который бы до конца шел бы. Ну, их нету, потому что зло, видишь, оно само себя поедает. Да, потешились немножко, и что, а, говорится, караван-то дальше идет, шакал-то там потяпкал из-за бархана, и все, и нет его. Вот что значит избранничество. И поэтому, естественно, ты пришел и сказал, Господи, меня избери, меня. Как только ты эту гордость проявил или тщеславие. И сразу Господь говорит, как гордым противиться, а смиренным дает благодать. Что-то Игнатих хочет нам найти, да? На скидку. Не, ну я просто напомнить, что с чего-то на прошлом занятии. То есть они хотели, один сесть по правую сторону, другой по левую. Один хотел быть министром. От Христа. Да, от Христа, да. Думали о земной такой карьере, так скажем, а не об Иране. Тогда они... А Господь-то им сказал? Он ответил, так, вы хотите быть в славе, то есть быть моими заместителями, начальниками, но по правой руке, как вот? Это моя правая рука, то есть это человек, которому я полностью доверяю, да? Ну и по левую руку, там, пониже чуть-чуть. У нас есть такой человек сейчас на земле. Наместник Иисуса Христа на земле. Папа, да? Да. Католический папа. Не просто, а наместник. Буллой 1866 года. Но он сам себя посадил туда, по правую сторону. Не Господь же его избрал. Потому что, ну как... Человеческая гордость его посадила, не сам тоже даже. И вот этим и диктом закрепили, что каждое, ну как каждое слово, которое говорит папа, оно как от Христа этот звук идет. Вот так вот. А тот, правда, папа не видел ролик в интернете? Он идет такой, ручку тут дает, одна женщина так вот схватила и давнула ему сильно. Ему больно стало, он так, как дал ей порк. У него безгрешная пара. Ты не безгрехала, не пасала. Вот это вот, небольшое, прочитайте. Конкурс объявлен был. На рождение Ленина 20 апреля я принес статью, ее напечатали, молодежь, Алтая была. Ну и потом напечатали, а ответа-то нет. Он-то давай звонить там партийной организации, везде это вы можете опровергнуть как-то. И какой-то нашелся кандидат. Он сунулся туда, говорит, и как будто он испекся, говорит, и совершенно не потеянно начал говорить. У него как-то вот так вот все повернулось. Вот, прочитай. Это часть моей статьи про Ленина. Во имя Отца и Сына. 555-я страница, запомню, легко запоминать. Проклят человек, который надеется на человека. Где многоточие, так и говорим многоточие. Иеремия 17.5 Троиточие, кавычки открываются. Это означает пропис. С чего-то я беру дальше. Не троиточие, а многоточие. Многоточие. Когда через 70-летний порог брызнули первые лучи гласности и свободы, и стража не дождалась воскресения этой мумии Ленина, взору современников предстала чудовищная химера. Маленький лысый пигмей, угробивший прекрасную страну. Сто миллионов жертв, принесенных в угоду его сатанинскому учению, потребовали отмщения. Тот, на кого надеялись целые поколения, образ, кого лакировался и стилизовался под звериные нравы правителей, оказался по своей жизни и биографии недочеловеком. Унтерменш. Вина его и грех столь велики, что входишь в соблазн. Да человек ли это был? Или дьявол в человеческой оболочке? Сегодня только бездомные и уголовники могут почитать этого величайшего тирана и деспода, врага рода человеческого. В памяти народной он останется, как предтеча антихриста, обольстившие всю вселенную. И не дал Бог покаяния тому, кто влиял на умы и сердца своим языком. Бог отнял язык. Россия очистится от этой скверны, принесет покаяние, испив горькую чашу искупления вавилонского пленения. Игнатий Лапкин, христианский проповедник, молодежь Алтая, номер 17, номер 9874. Ну это в общем. Вот так. 18? А какие-то, это 92-й? Да где-то там. А главный редактор был такой человек, я даже не знаю, как он только верующий был. Серьезный такой, важный мужик. А мы как раз прошли только что с Салаухина, книгу вы приносили, и некоторые там выдержки читали, и общие сведения, когда там в конце перечисляется, в чем он виновен-то, Ленин. И когда здесь он как раз храм делали, летом было уже, еще лето, подделывали. И сёстры, это, Кравченко и Чернявская были. И мы с, я там с ними тоже работал. О, Игнатий Тихоновича там. Заделывали, что-то там подделывали, я колотил, они там замазывали. И мы начали говорить, я начал им, ну, пересказывать то, что мы слышали. И зашел разговор о Ленине, они так остановились. А они постоянно на занятия ходили, постоянно, и они смотрят на меня и говорят, подожди, ну как, Игнатий Тихонович ничего такого о Ленине не мог сказать. Он о Сталине, да, что-то там говорил, а Ленин-то он же хороший был. Он же детей любил. Ёлку там и так далее наряжал. Дедушка Ленин. Я говорю, да как же, а Салаухина? Смотрит, глазами хлопают. И мне тогда дошло, что не вся, как говорится, не всё золото, что блестит. Я говорю, что серебро, что блестит. так что сёстры, вам нужно не просто перечитывать, а ещё ходить и всегда задавать вопросы от Игнатия Тихоновича. Можете мне? Ну, пошли дальше. Евангелие от Марка 10, 41-45. И услышав, десять начали негодовать на Иакова и Иоанна. Иисус же, подозвав их, сказал им, «Вы знаете, что почитающиеся князьями народов господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими, но между вами да не будет так. А кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою, и кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом. Ибо Сын Человеческий не для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Толкование. Ученики, ещё рассуждая, по-человечески впали в зависть, поэтому и негодуют на двух апостолов. Когда увидели, что прошение последних не принято Господом, но отвергнуто, тогда и негодовать стали. Пока сам Господь оказывал предпочтение Иакову и Иоанну, прочие ученики, видя это, терпели, но когда те два ученика стали сами просить себе почести, то прочие уже не стерпели. Так ещё несовершенны были они в это время. Но после увидим, как каждый из них уступал первенство другому. Теперь же Христос врачует их, сначала усмирив и для того приблизив их к себе, что и означает со словом «подозвав», потом показывает, что восхищать у других честь и домогаться первенства есть дело язычества. Есть дело язычества, ибо языческие властители насильно покоряют других своей власти. А мои, говорит ученики, не так. Но кто из них хочет быть велик, тот пусть служит всем, потому что и это признак великой души, от всех терпеть и всем служить. На это есть и пример вблизи. В самом деле, не только послужить, но и умереть за того, кому служишь. Что может быть выше и чудеснее сего? Но такое служение и смирение Господа было высотою и славою как для Него самого, так и для всех. Но прежде во человечине Он был ведом своим ангелам. И, соделавшись с человеком и претерпев распятие, не только имеет ту славу небесную, но принял и другую. И над всею вселенную царствует. А вот когда занятия у нас были, можно? Занятия. Помните, ходил там какой-то музыкант, все время рядом с нами сидел. Бритый такой, черненький. И все время записывал. Да. А потом вот такую, вот два таких вот ящика, кассет полных печенюшек отдал. Пришел, мне подарил. Да. И у вас они такие есть, эти кассеты? А их никто еще не перевернул. Писал, писал на каждом занятии. Занятия за лет пять. А потом принесли к коробке и говорят, вот я все время записывал, их никто еще не цифровал. А сейчас все выезжаю, мне подарил их. А то у меня еще и раз покорно. Сказать я не могу сколько, но примерно на столько же книг еще. А мой архив-то у тебя живой? Писно. Да, он здесь остался. Я его самой не взял. Он здесь остался, у Надежды Васильевны. Не знаю туда. Не стал его перевозить. Не знаю туда. Я что-то не вижу, где он у меня. Наверное, в сарай. Сейчас вот на днях считала сестра Елена. Там про... В лагере как был. И там написано архив. Том такой-то. Помнишь? Это у меня архив. Писем. 77 томов. Это после освобождения только. Вот ни у кого этого нету. 77 томов по 650 страниц. И переплетены в книги. Как книги. Ну стоят книги, ты подумаешь, что это Кармарс писал или кто-то. Писем своих, которые ко мне идут и от меня. Это то, что после освобождения. А до этого там уже больше сотен томов было сожгли. Это типа скайпа сейчас. Беседня. Вот любое дело, кажется, называется пистолярное наследие. Это письма. У меня выходило 1200 писем в год. 1200. А вот сейчас, позавчера, кажется, меня поздравило. Мой мимир. Что у меня там почти через 500 тысячи писем только ушло. Сообщение. В моем мере. Mail.ru. Ну это вообще. Давай дальше. Это пистолярное наследие сейчас не сделать. Тысячим писать письма. Да. Ни к чему. Когда я все на виду. За рыбу спаси, Христос. Не пересолила? Жирная, главное, да? Подкармливая у нас сестра. Марка 10, 46, 52. Дальше хотел сказать. Вот вы здесь двое. Володя Третий. Так-то надежно, больше нет людей. Вы помните мой наказ. Самое главное завещание даю. Никогда, ни под каким видом, по страхам смерти не заходить в подчинение московской патриархии. Сразу уничтожится. Общины не будет. Это благодаря вот этому митрополиту все прекратилось. Сейчас который митрополит, он все закрыл и приезжает. Сейчас вот я... В прошлом году, знаете, когда он у нас был здесь? Он же на день общины был. А день общины, это первое воскресенье после 19-го, после крещения. Я с батюшкой говорил, надо сходить будет ему бумагу дать, чтобы он выбрал время. Он у нас здесь был, вот за этим салом сидел. Службу здесь провел. Я первый раз видел так. Он решил, он где-то в поездке был и приехал внезапно. И батюшку наградить, он с себя крест снял, на него надел. Видели? Да. Видели, да? Я такого не видал и не слыхал еще. Архиерей, митрополит, с себя снял и тут торжественно так сделал, офсайл. Невероятно. Это Бог сделал. Вот он у нас здесь, я просто на 100% говорю. Это ответ на наши страдания и молитвы. Что у нас с этим было. И главное, все прихлопну. Ни разговоров нигде еще нет. Вообще, как будто на нас никто никогда не говорил. Потерявку он уже не меньше 10 раз приезжал. только Нина Александровна, как лакмусовая бумажка чуть-чуть еще. Со студентом. Чтобы не забывали мы. Семинаристом. Памятник стоит, да? Жертон политических. С этими регентами, девчатами они там пели. Молодец. Вот так. Значит, продолжить и молиться, благодарить Бога надо. Это дар Божий. Я не знаю, есть эти архиереи больше или нет. Я отношу это к молитве. А второе, то, что он долгое время работал священником. Работал. По разным странам отправляли. В Чехословакию, в Израиль. А потом так оставили. И тут главное, как он. Общину. Поставили. Архиепископа, то он не был сразу митрополитом. Он у меня такую характеристику, его запросила Москва, русская народная линия. Это такое очень сильное издательство. Обо мне. Он дал такую характеристику, она разошлась по интернету. Хоть меня митрополитом ставь. А тот давал такую, из которой даже в тюрьму не примут. Давай. Я вспомнил, вот еще раз зачитаю. Но между вами, да не будет так. А кто хочет быть большим, между вами, да будет вам слугою. Я читаю, вспоминаю, это место, одна сестра давно мне еще приводила, это место, я когда говорил, что жене глава, муж, мужу глава Христос, Христу глава Бог. А она не хочет подчиняться, говорит, а между вами, да не будет так. Кто хочет быть большим, будь меньше, будь всем слугой. служит мне муж? Сектантка. Здорово, она меняет. Ничего мне не попишешь. Да, если ты слово Божие не знаешь, ничего не попишешь. Написано, блажение давать, чем принимать. Она пришла ко мне и говорит, блажение давать. Вот давай, блаженную любишь. А то вот я этого потеряю, мне говорит, сметану покупать пришлось. Да куда же ты годишься? Как вы хотели? А я когда на площади стоял, подходят и рассказываю, все, ну хорошо, давай, что, ну книгу. Я говорю, 100 рублей, тогда 100 рублей стоила книга, одна вот такая. Ты, тут мне столько буши трешь, это что, ты еще и не бесплатно? Я на днях один, а я думал, бесплатно, книги просил, это я ему не отвечал, а что отвечать? Ясно дело, что Путин хорошо говорит, придурки. Давай, я так возьму. Нормальный человек, разве будет говорить. Ты сходи и сдай, и сдай тиражом, каким. Чем больше тираж, она больше, то у тебя денег не хватит. Я вот ходил, у меня 4 тома стихов, набрано, сверстанно, вот сейчас сегодня отдал бы и ставил. Кажется, на 20 тысяч миллионов загнули, и все. А почему? Бумаги-то нету. Лес-то везут в Китай, а там делают бумагу. Теперь они сцены, назначают любую. Все. Здесь-то Байкал спасал этот, Валентин Распутин. Так, продолжим. 46-52, Марка, 10 глава. Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона, с учениками своими и множеством народа, Вартимей сын Тимеев, слепой сидел у дороги, прося милосты. А не Вартимей. Может, и Вартимей. Пойди сейчас разберись. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить, Иисус, сын Давидов, помилуй меня. Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать, Сын Давидов, помилуй меня. Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему, Не бойся, вставай, зовет тебя. Он сбросил себя в верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил, Чего ты хочешь от меня? Слепой сказал ему, Учитель, чтобы мне прозреть. Иисус сказал ему, Иди, вера твоя спасла тебя. И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Толкование. Как народ чтит Иисуса? Даже запрещает слепому кричать, как бы тут проходил какой-нибудь царь. А спрашивает Иисус слепого для того, чтобы не сказали, будто он дает не то, чего слепой хотел. И благорассудна была душа слепого, ибо по исцелении он не оставил Иисуса, но последовал за Ним. Тоже вспоминается, когда 10 прокаженных, только один за Христом-то вернулся, поблагодарить его, остальные-то исцелились. Я сам такой исцелился. Благодарил своего? Забыл. Да нет, это таблетки меня исцелились. Ну, был самарен, да? Ну, нет. Поблагодарил. Да. Один из десяти. А девять кто? Ну, иудеи, значит, иудеи. Ну, да. Это все вы иудеи были? То есть, когда к своим пришел... Там все есть. Там все есть. Кот. Хороший, мощный кот. Свои, когда к своим пришел, и свои не приняли. То есть, они остались неблагодарными. То есть, он им спасение от грехов предлагал. Говорит, не надо нам, нам твое солнце, оно слепит нас. Мы желаем жить во тьме. Люди более возлюбили тьму, нежели свет. Поэтому и не приняли Христа. А самаряне, как самарянка у колодца. Дай мне пить. Христос у него говорит. Мне понравилось, как один протестант тоже. С чего начать разговор? Когда не знаешь начать разговор с человеком о Христе, ты у него что-то попроси. Обычно люди откликаются на просьбу. Вот и Христа, например. Он у него приходит, говорит, дай мне пить. И та сразу такая оживилась. И начинается разговор. Я вот сегодня в рулетке тоже попробую что-то просить у людей. Когда просишь у человека, человек откликается, и тогда разговор уже в другом русле идет. Потому что когда учишь человека, они сразу не любят, когда кто-то меня учит. Я сам. Все грамотные. Ох, чересчур. Особенно православные, если он все знает, с какой стороны свечку правильно. Канун. Канун, да. Да, да, канун. Канун. Яко-никали же. Мы что, договорились, когда завтра-то? Собираемся завтра или послезавтра? Седьмого в восемь утра. Седьмого в восемь утра. Седьмого в восемь утра. Завтра никакого? Ну, нет. Я думаю, это правильно. Ну, правильно. Если хотите, хорошо. Хотите, приезжайте. Ну, завтра считается... И у вас тоже спрашивают. Не едят до восхода. Ну, пока звезду первую не увидишь. Ты придем, не будем пока есть. Мы тогда в бурьяхе собирались. А мы уже поужинали. Я говорю, так как увидали звезду. А когда рассмотрели, так это я говорю, на кране тут горит. Ну, так бурьях. Не, можно... Кто хочет раньше очень, залазьте в погреб. И из погреба смотрите вверх и увидите звезд очень много. Как это, банк, империал, реклама, ты помнишь? До первой звезды нельзя вздеваться. Да, да, да. Ну, звезду, звезду. Такое кощунство. Ой, все это, вратили эти экономические. Ну, вообще, это империал. А с этим, да? Вот с парашкой, да? Да, 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 вообще. Что это сделали? Так, читаем. Марка, 11 глава, с 1 по 6 стихи. Когда приблизились к Иерусалиму, к Ефагии, Вифании, горе Ильонска, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им, «Пойдите в селение, которое прямо перед вами, входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. Если кто скажет вам, что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им, «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им, «Так повелел Иисус». И те отпустили их. Толкование. Иисус часто приходил в Иерусалим и в другое время, но никогда с такой славой, как теперь. «Прежде по причине зависти иудеев он скрывался, а теперь, так как наступило им самим определенное время страдания, идет открыто, дабы они, если пожелают, уразумели славу его и через исполнение на нем пророчеств познали истину. А если не пожелают уразуметь, то чтобы это обстоятельство послужило к большему осуждению их, как неуверовавших и после столь славных чудес. Ибо смотри, сколько здесь знамений. Господь сказал ученикам, что найдут осленка. Сказал, что им будут возбранять. А потом, когда ученики скажут, что Господь его требует, позволят взять. Ибо немаловажно и то, что апостолам дозволено было увезти осленка, этого не могло бы быть, если бы на владителя осленка не действовала сила Божия, побуждающая отпустить осленка. Они были люди бедные и рабочие. И надо знать, что Господь сделал это не напрасно, ибо прежде он не требовал осленка, а пеший многократно обходил Галилея и Иудею. Но он показывал через это, что возобладает языческими народами, непокоривыми и ненаученными. Ну, как осленок тут это. Не укращен. Как ослята. Они были привязаны грехами своими на распутии, то есть в жизни сей, при воротах, то есть вне церкви. Но ученики разрешили их посредством крещения и веры, и они подъяли на ромина свои Господа, а апостолы возложили на них резы свои, то есть все истинные правила добродетели. Прежде язычники, будучи ноги, были безобразны, делали беззаконные дела. Но с того времени, как были приведены ко Христу апостолами, они научились ходить благопристойно, потому и Христос подъят ими. Кто же были владители осленка, возбранявшие взнять его апостолами? Апостолам. Без сомнения, бесы. Однако апостолы были сильнее их. Безы – это в плане не то, что там они за имущество, а то, что языческим народам препятствовали познать истину, да? Потому что, ну, как же, если твою вещь у тебя отбирают, и ты возбраняешь, но это явно не от бесов, ну как это ножи? Ясно. Это вот час бы подошел, кто-то к твоей машине сел и поехал. А ты бы подожди, куда ты сейчас пилиться? Он надо бенговать с подой, что бы ты? Ладно, езжай. А он тогда бы святой внушил, что... И они согласились, ладно, забирайте. И видишь, осленок, он в образе вот этого непокорного, языческого, неукрощенного, неверсно народу. Я ослов не дрессировал, но вот козла пробовал. Они тупые, не то, что собаки, конечно. Также и мы, язычники, но чудо-то над нами и свершилось, что нас с детства-то никто не верующий, у нас у всех, большинство родителей не верующие. Мы как жизнь-то нашу вели, как скоты жили-то без Христа. И такое чудо Господь сотворил, что как... А тут что-то о пророчестве так было или нет? Про осла-то? Да, про ослов. Было, но здесь оно не приведено. Еще же и то, что о пророчестве-то упомянули, что вообще-то пророчество было до того, до того. И поэтому пророчество-то оно было исполнять, а вот как оно исполнилось, это было интересно. Вот, казалось, Мессия должен быть царем, а царь-то на коне ездит, причем-то осел, ослик этот, тем более, непонятно было ничего. И вдруг вот оказалось как. А Христос вообще пешком ходил на него, никто и подумать не мог. Ходит пешком, вообще не ездит ни на ком. И вдруг раз такое дело, идите, сходите, отвяжите, и пойдет, и все, и сделали, и все свершилось. То есть показывать дело-то какое, представь, все подошли бы сейчас к тебе, у тебя стоит машина, помнишь, тебя вызвали, это милиция, забрали тебя в милицию. Но тебя вызвали, а тут подошли бы, сказали, так, ну вот машина, дай-ка мы съездим на твоей машине, ты скажешь, да вы что? Че, надо бингос ваду машина. и все, и поехали. Как сейчас, корочки показали тебе, забрали у тебя транспорт, это в Америке так показывают. У нас-то, попробуй забери, до сих пор. Без корочка остается. Да там никто останавливаться не будет, у нас знает, корочку можно подделать. Это у них там странный народ. Поэтому это чудо, что и ничего не сказали, написано, они отпустили, они пошли, потом, видать, отдали. Почему там, как это, не знаем. Ну вот так было. Пророчество. 20 серебряников стоит раб. 30 серебряников. 30 серебряников стоит раб. Там есть и 20 тоже разговор. И он стоит этот раб, начиная с пророчества. А пророчество было за 400 лет до того, как пришел Христос. И все 400 лет, ну полвека держится цена раба 30. монет серебряных. Христос пришел, продали за 30 его, Иуда продал, предатель. И с того самого момента сразу началась инфляция. Все, рабы дороже стали стоить. Вот так. Пророчество и многое, многое другое. Пригвоздили руками беззаконных, как беззаконных, так правда римляне оказывается и нашли на него приговор и разделили ризы вы сами понимаете, что там делить-то у него, он бедный был. Бросали жребий, все с собой. Бросали жребий, то есть и написано около 500 пророчеств и все сбылись на Христе. Ну, одно из них вот это. Ну, почему не сказано, не знаю, где-то, наверное, там сказано все равно. Давайте дальше читаем. Марка 11, 7-10. И привели во имя во имя Господа Царства Отца нашего Давида Осанна Вышних. Три восклицательных, четыре восклицательных знака все это. У нас когда так Осанна, что это такое? Толкование. Пока простой народ бывает не испорчен, он познает полезное. Вот почему теперь они воздают почести Иисусу каждый по силе своей. Но что говорили они прославляя его? Настоящую песнь они заимствовали у Давида. Слово же Осанна по мнению многих значит спасение, а по другим песнь. Но первое мнение лучше, ибо в 117 Псалме сказано О Господи спаси же! А по-еврейски написано Осанна. Царством же Давида они называли Царство Христово. Во-первых, потому что Христос происходил от семени Давидова. Во-вторых, потому что Давид значит сильный рукою. А кто другой так силен рукою, как Господь, руки которого совершили столь дивные дела? Но постелем и мы одежды свои, то есть плоть свою, ибо плоть есть одежда души, покорим ее Господу, устелим путь нашей жизни, срезавая с деревьев ветви, то есть подражая житию святых, ибо святые суть, как бы... Без 15 минут и 11. Ибо святые суть... Меня как-то немножко соблазняет. Я тоже сейчас читаю. Ибо святые суть, как бы... Вам донуться куда-нибудь? Не упадет в голову? Ибо святые суть как бы древа, с которых срезывает ветви подражающей добродетели их. Но дела наши и предшествующие и последующие добудут во славу Божию. Ибо иные предшествующие жизни показали доброе начало. Напротив, последующая жизнь их не такова была и служила не к славе Божией. Кричали Асанна, а спустя там сколько? Два-три дня уже? Маха, фотографии есть там в коридоре. Зоя Виленова, да. И она пацаненка, я не знаю, до пяти лет грудью сосел. И еще она никого не слушала. Не хотела работать. А как пацан? Нигде не работает, она все, инвалид. Он в этом. Они сейчас говорят, он в коридоре у меня сидит. недавно звонила. В церковь все стояло, там где поют, там рядом, где ты. Абсолютно не по коридоре была. Муж бросил, уехал в Москву, где-то там живет на балконе. Все развалило. Но на своем твердо стоит. Сын вырос, нормальный, крепкий парень, ничего нет. Компьютерные игры. Пол и молит нас дали. Крестник ваш? Да. и еще к нему и доступа нет никакого. Она мать там все делает. И видит такой боя, как будто она боится. Своё намерто. Придумала у нас стоять там у двери, кто заходит просить у всех. Почему не на работу? Молодая женщина, сколько я там, 40 лет было, нет. Работать нигде никак не хотела. Единственный человек, которого пришлось за ворота выносить, мы ее выносили вчетвером, вынесли за ворота и закрыли, она там долбилась дверь, как котенок мяукает по-своему. Пустите меня, впустите, какие вы христиане. Годами ей ходили, говорили, чтобы не попрошили. А так она тогда стала выходить на остановку и там сестры подходят у них. Дайте мне на проезд, дайте на хлеб и так далее. Власть этого нет уже второе воскресенье. Закрыли ему лавочку. Он не просит ничего, так что нормально все. Как не просит. Зачем просит? Просил оставайся на занятиях ты меня кормить будешь? Я говорю буду. Только оставайся. А потом не остался. Я говорю а что ты не остался? Да поел и не остался. Ну мы договорились если я что остаешься. Кстати я пророчество хотел напомнить чтобы и пророчество же говорит и возряд на того которого пронзили про иудеев. Это в пророчестве все. то есть а христи это пророчество продолжается не думайте что они закончились на нем. Они дальше сколько раз он мне звонил Вася вот нападай сколько раз 41 что да давай сюда 41 раз ничего себе притом звонят пока не погаснет ничего себе 40 вчера было 53 кажется это у него работа такая видать набирает и такой так и сидит внимательно так работает я не открываю а видимо он волнуется что нас не открываю на объяснование похоже все это телефонное даже не похоже объяснование ясно мне бы сейчас сказать иди двой звони напомните вам один тоже звонил прими крест христов брат Егора старший я его не знаю Егора помнит и вот ушли люди которые у нас были в близком общении ни одного нету чтобы на том остановился хотя бы просто все заглыхает вот у нас сейчас здесь есть которые люди даже хорошие люди притом помогающие собрание не надо даже не заходят да это хоть как-то заходили а сейчас вообще в коридоре стоят заходят сразу уходят стоят богослужения так оно в любом храме богослужения а чем это объяснить объяснить как-то можно но понять нельзя это жизнь это общая люди смиренные такие добрые прям жертвенные я уже еще так и не делал ну давай заходи сейчас маленько нет ужасно а это тоже в избранничество входит да наверное вот любовь к слову Божьему вот как ее привить любовь к слову Божьему вот так чтобы объяснять представить этих людей что сидящими здесь я даже не могу у меня воображение развито так а тут не хватает главная качество Андрея сейчас оставляли уже в дверях я говорю Андрей повернулся Андрей неужели ты не останешься он головой нет он только поворачивается Андрей вернись он сдрогнул так и быстро юркнул как крысенок какой-то в дырку Женя ты видел Женя такой да я ему говорю 4 дня у меня пробыл а я буду также ходить на занятия в субботу также на занятия по интернету и на молитву утром один раз зашел и больше один раз туда один раз сюда один раз сюда ты же опять потеряешь и ничем кончится как так тебя не тянет нисколько то есть существует какая-то грань такая за которой наступает мрак и поэтому пришел когда я даже забоялся за него я не знаю зачем я живу такой отчаян невероятно я говорю давай молиться сразу у тебя уже веревка намыленная на голове сразу расшевелился все у него пошло как надо опять отец сказал что-то там отец что-то пуповину-то не отрезал отец тебе же не 5 лет снял бы где-то с один бы жил да и все у него денег хватает дом почти построен при том я говорю люди хорошие все время помогают и машины подвезут вот работа есть вроде как некоторые порадуют ой работа да а это еще уже может быть все вроде как есть достатки а душа пустая работа и душу я пробовал работу нет все равно это не то вот Марфа а вот Мария да-да-да нет вот написано вера от слышания слышание от слова Божьего все не будет слова Божьего и ничем не закроешь нет ничего не будет почему все на занятии Игнатик сколько лет уж он живее всех живых вот кто живее всех живых на занятиях тут как здесь он может и слушать может и вести его берут пример поговорливости чтобы говорить что-то попробуй с толков говорить не просто но никто не не берет пример по молчанию то он молчит сколько может молчать хоть сколько и дремать и проснется из ведь строчку скажет как говорится опыт не пропьешь потому что никогда не пил да есть кого братья никто не берет от сидят братья вот сидят потом станут как что-нибудь скажут и я вот уже неделю не могу понять чё встал сказал о чем говорил ну как бы можно конечно догадать как сказал гнатин для ветвина крипо объяснить можно понять нельзя вот так вы сказали бесплатно сейчас поедешь куда-то вот в любую страну вот так вот поедете бесплатно я бы так подумал подумал никуда не хочу сейчас такая берез мария отдала поехала она бы сразу поехал что-то бы нашла потом приедет ну чё там ну чё-то там рассказывает да ну я кое-что для себя взял интересная она интересная рассказала как они к животным отношения у них там очень интересно мне понравилось к животным отношения к собакам особенно у них у них допустим во всех странах запада собаки это как второй член семьи никогда не видела чтоб кусались с детьми играют собаки на площадях и сидят в кафе там вот эти вот кафе такие у них летние и сидят около каждого считая столика собака и все мимо подходят там проходят официанты никто не пинает их ничего ничего сама дети подходят к не с ними играются за хвостом теребят за ушки собака ничего там лизнет там чуть лапы и все ничего не тут но у нас почему такие сов а я знаю почему я сергей сказал серёжа какие мы такие у нас и псы они нам стят за то что вы такие не не восстали против этих безумцев ленина и так далее бог нас любит бич боже посылает а их не любит им не посылает виде собак я я ним я не мог не мог до конца дочитать книгу красный террор комиссар дьявола я еще осилил ну там как-то а красный террор мне дал на фанайл когда я снимала не начал говорить он же за войну был тут у война всего но священник тут благословим казаки я ему показал рядовой райан вот сюда привез телевизор поставила туда и мы с ним смотрели рядовой райан и останавливали на тех местах я ему показал что такое война это первый фильм так уже показали как людей убивают кишки там наружу ноги руки отрывает я вот видишь вот она война вот чё ты благословляешь я грудь знаешь как это вот как больно он не знаю я грудь давай вставай на коленке то что ты высокие я разбегусь те как дам по лицу со всей силы ногой и тогда ты можешь до конца поймешь он такой нет не надо так я уже понял это да очень больно посмотрел на мою ногу я бы конечно бы этого не сделал просто мне охота до тебя достучаться ну как ты не понимаешь что это убийство ну ты вот это хочешь чтобы было с тобой не хочу ну вот видишь не хочешь действие происходит марка 11 11 14 и вошел иисус в Иерусалим и в храм и осмотрев все как время уже было позднее вошел фифанию с двенадцатью на другой дать решанию вифанию с двенадцатью на другой день когда они вышли из вифании он взалкал и увидев издалека смоковницу покрытую листьями сказал иисус отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек и слышали то ученики его толкование иисус вошел в храм и скоро опять вышел из него показывая через это что он уже оставляет его на запустение и расхищение он уходит в вифанию что значит дом послушанием ибо оставляя непокорных и жестокосердных идет теперь с учениками к послушным ему но рассмотрим и повествование о смоковнице ибо здесь является по-видимому нечто странное и жестокое во первых иисус залкал рано во вторых он требует плода когда еще не наступило время для смог еще и то что наказывает бесчувственное дерево ибо в том что он здесь говорит и делает было особенное смотрение доселе часто иисус творил чудеса но только на благодеяние людям но ученики еще не видели что он сделал кому-либо зло теперь дабы показать ученикам что он может и казнить и что если захочет может в один час погубить намеревающихся распять его он являет свою силу над бесчувственным деревом и чудо было поистине велико тем что дерево столь сочная и сохло вдруг ибо смоковница сочнее почти всех дерев а что он алчит рано утром это он попустил плоти своей по особенному смотрению и плода преждевременно ищет на смоковнице с той целью чтобы как я выше сказал показать ученикам что он может и наказывать и смоковница это было вместе и образом синагоги и уйдейской которая имела только листья то есть закон доставлявший одну тень а плода они вовсе не имели но иисус взалкал их спасение он говорит пища моя есть творить волю отца моего а это воля божья состоит в том чтобы обращать согрешающих так как же синагога не имела плода так так как же синагога не имела плода то она проклята и иссохла не имея более у себя ни пророков не учителей вроде в синагоге сейчас есть учителя тоже или истинные учителя имеется ввиду пророков тогда нету как раньше было веры не буду очень мило за место веры подмена веры это было исполнение закона а это было только тень понимаешь души то не касалась заповеди блаженства относятся к внутреннему состоянию человека а все остальные там заповеди практически практически к внешнему единственная господь бог твой нет у тебя других богов но и опять же можно было отличить то есть вот здесь нету ну слова есть которые говорится это законы а там вот они боги прям стоят идолы и так далее то есть можно было на них посмотреть это не бог а бог какой а вот законы исполняем вот бог что есть господь так вот где-то водитель ко христу подводил евреев к вере но кого-то подвел а так у них веры то нету до сих пор мы говорим про иудеев а веру там господь такой не дал авраам уверовал это вменилась ему в праведность уверовал а сколько их там верующих они все готовы христа распять господь вера от слышания слышания от слова божьего то есть у них вера странная такая вера на грани неверия верую помоги моему неверию они не кричат этого нету и поэтому господь сам их спасет пророчество такое что возврат на того которого пронзили последние времена будут такие страшные катаклизмы и потом пророки придут ветхозаветные пророки евангелисты окажутся и они поймут что это пророки вот чем дело то еще многие поймут почему вера то придет ним но они и тогда не вступятся за них когда и будут убивать а только тогда когда он зайдет уже на трон и сядет в храме и скажет я-то бог и только тогда не поймут что кого они выписывали своими руками так долго ждали сатану посадили на престоле над собой как мне глаза откроются потому что в храме должен быть ковчег завета и святая святых куда первосвященник может ходить не без крови жертвы только один раз за заезу один раз а он там вас сядет на престоле чего непонятного то он там вас сядет они поймут и скажет я бог а там я слышал что я вам бог когда он сказал чтобы послать дождь то есть он прям сам признается что он не бог это я такое читал или слышал не помню но это уже после того будет после ну конечно это когда вот это вот когда случится вот это вот разоблачение его самого тогда господь и пошлет последние дни с этого времени начнется три с половиной года его царствования когда начнутся гонения я так понимаю что вот эти три с половиной года они начинаются с того момента когда он начнет всеобщее гонение он до этого будет гнать но не так а с этого времени он будет гнать вообще всех, кто не признает его Богом. И отсюда начинается изображение его и так далее. Которое будет убивать, если ты не поклонишься этому зверю. Как так изображение может убить? Это какие-то технологии так будут? Сидишь у тебя компьютер, если ты поклонился, допустим, если нажал, да, нет. Ты вот еще 20 лет назад тогда уже был компьютером, 30 лет назад я даже подумать не мог, какой-то компьютер. С телефоном не помню? Более того, в 99-м году мне Алексей Загуляев продал свой телевизор и показал, что есть приставка, и туда в кассету вкладываешь, ну вот это, видеопроигрыватели можно, и я себе приобрел, и мы вот тут смотрели, первые фильмы там брали, там всякие, все просмотрели фильмы, какие у Игнать Игнача были. Это, ну, религиозные. Потом он начал там еще доставать, а потом всякая ерунда перепосла. Ну, а он мне говорит, да, это проигрыватель, говорит, это ерунда. Скоро, говорит, появится, говорит, такое, что, говорит, не надо будет никаких проигрывателей, будет вот такая вот что-то маленькая. Я говорю, какая маленькая? Ну, маленькая какая-то, спальчик может. Я посмеялся, говорит, да ты придумаешь, это-то технология какая. И вдруг проходит сколько-то времени, они вот эти флешки, вот эти маленькие, вот сейчас вот такие вот симки всякие. Ну, чип уже и запрыгнул, то есть уже меньше уже нет смысла под кожу, хоть на лоб, хоть на руку. И вшил, у меня собаки вшили. Более того, еще не просто меньше будет, в молекуле все будет, в молекуле, брат. И иголку будут тебе не чип вгонять под кожу, а всего лишь укол будет простой, ставить уколчик, тоненькой иголочкой, и там молекула одна будет. И вот это и будет печать какая-нибудь, а может даже не так будет. Может быть, просто будет просвечивать, и эта молекула в тебя залетит, просто прям в костную ткань, как сейчас он всякий. Я думаю, что с полноса отношения должно попасть, что ты согласился, так? Да там немножко не то, понимаешь. Там дело идет вот в очень сложном, там как бы не каких-то генетических, куда-то залезли от них. Правильно, там на это сильно вот... Я недавно начитывал, Вань, подожди, насчитывал, когда пресс-фитера баптистские и предлагал КГБ сотрудничество, и 99% они согласились сотрудничать, и они прямо на самом деле подпишись, подпишись, подпишись. И он понимал, что если он подпишется, то есть он отречется от Христа, и все, которые подписались, то есть им давали выбор, либо вы с нами сотрудничаете, и в церкви остаемся, вы в них ходите, вот, и все, только детей не водите туда. А детей не водите, это значит, то есть ты соглашаешься, что ихний план по прекращению христианства, он воплоть, то есть это самое настоящее... На тебе, короче. А отречение, да. То есть ты, подписав вот эту вот... Декларацию. Ну, не декларация, она соглашение сотрудничать, подписываешься отречения от Христа, то есть ты соглашаешься с ихним замыслом, что христианство на России прекратится, что мы последнего попа повесим на осенне, и будет все теперь... Религии, с религией будет покончено. Атеизм. И ты, да, я с вами согласен, все, только нам сегодня, здесь, сейчас дайте помолиться, а дети, они уже в новом как бы поколении. Как? Так ты отрекся, получается. То есть ты... То своих и домашних не печешься, то есть ты... Ты уже от детей отрекся. Хуже неверного, то есть ты хуже неверного поступил. Хуже неверного, это вообще непонятно. Кто это? Это уж сатана какой-то. Хуже неверного, это кто еще? То есть он не стал печать, а душа детей... А он один, а он говорит, а как же, дети, а я без детей не могу. И он говорит, тогда в тюрьму, хорошо, и в тюрьму там с тараканами, с крысами, там он описывает все это. как его все... Он все это пережил, вышли, и дети с ним, он отсидел, все это мучение претерпел здесь. это не с тараканами и крысами. Ну, он так пишет. Думаю, с клопами и крысами, наверное. Таракан тоже. И тараканы пишут. Да, и тараканы были. И клопы дал. Чтобы ему хлеба поесть, он тараканом кидает, они туда раз, и он в этот момент успевает хлеба поесть. Да, он так. Страшные были внуки. Крысы его уже жали. Черев, говорит, прям плоть живьем съедали. И вот, когда ты говоришь, что вот некоторые сейчас думают, а мне насильно иголочкой и там ткнут, да тебе ткнуть не надо, ты сам подпишешься. Он уже подписал сегодня, говорит, вот думая, что вот а мне насильно ткнут, и я теперь в аду окажусь. Ну, ты уже в аду. Уже ты уже отрекся, можно сказать. Тебе ничего не надо. Который думает, что сейчас уже Антихрист пришел, вот это ИННР, это печать Антихриста, но они уже на грани. То есть, когда придет настоящий Антихрист, ну, а тот-то уже приходил, а этот-то истинный Бог. Мы же недавно проходили по скайпу занятия, там тоже было про пророчество в Ветхом Завете, что Песец там пошел и на челах ставил печать, там, или как там слово-то сказано, я не помню сейчас уже. Знак. Знак, да. То есть, это все уже у тебя незримо, уже твой знак стоит на тебе. Тут может или не может? Четыре часа уже идем в интернет. А там занятия. Ну, давайте, наверное, уже и так полчаса занимаемся. Четыре еще, уже наставление. Давайте. И уходим на сейчас, сейчас рулетку. На сейчас. Достойно есть, я коваритину, уложить, дитя, Богородицу, пресно блаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашей Год, честнейшую Херувин, и славнейшую без сравнения серафин, без искрения Бога снова рожжую, сущую Богородицу Тя величаем. Игнар Тихонович, ваш черед молится. Да, я полю помолюсь. Господи, благодарю Тебя за этот день, за мирное время. Продли его еще. Где войны идут, утеши, Господи, страждущих, болящих, томящихся в вузах, утеш, исцели. Пошли в пророков и тех, кто исповедует Христову веру, живую, настоящую, по Слову Божию, людям, которые не знают Тебя. Даруй, Господи, любить Слово Твое, сидеть у ног Креста, остаться быть верным до конца наших жизней. Тебе хвала, слава, чести, поклонения, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Думаю, надо книги покрыть. Глаза поднял, написано, все покрывает. Думаю, только подумал. Никогда не видал. Так, покрыть надо. Видишь, я глаза поднял, написано, все покрывает. Так, ну ладно, кто поедет со мной, я не хочу.